Приветствуем вас на IT-портале Geesit.com. 49-й выпуск нашего дайджеста познакомит вас с наиболее интересными новостями последней недели 2015 года. Компания Intel представила 8 новых десктопных и мобильных процессоров. Они относятся к семействам Intel Broadwell и Skylake. Среди них можно выделить модели Celeron 3855U и 3955U, что основаны на 14-нанометровом техпроцессе. Они включают в себя по два процессорных ядра, 2 мегабайта кэш-памяти третьего уровня и графический адаптер Intel HD Graphics 510. Весной 2016 года дебютирует APU AMD Bristol Ridge, созданный на основе микроархитектуры AMD Excavator для процессорного разъёма Socket AM4. Во второй половине 2016 года платформа AMD AM4 пополнится производительными процессорами с микроархитектурой AMD Zen. При этом уже в 2017 году могут дебютировать APU на основе AMD Zen со встроенной HBM-памятью. Компания BioStar официально представила новую серию материнских плат – BioStar Racing. На данный момент она включает в себя три ATX-модели – BioStar Z170GT7, H170GT3 и B150GT5, которые построены на базе чипсетов Intel Z170, H170 и B150. Также они обладают надёжной подсистемой питания, звуковой подсистемой BioStar Hi-Fi Audio и LED-подсветкой. Представлены сразу две материнские платы для процессоров Intel Xeon на основе чипсета Intel C232. Они имеют название Ezra Fatality E3 V5 Performance Gaming OC и Ezra E3 V5WS. Первая нацелена на любителей игр, поддерживает обычные DDR4 DIMM-модули и планки с ECC-коррекцией. Вторая новинка нацелена на создание рабочих станций и оснащена шестью портами SATA 6 Гбит в секунду и двумя слотами PCI-Express 3.0. Компания Silverstone анонсировала два процессорных кулера – Argon AR07 и AR08. Первая модель выделяется использованием трёх 8-мм медных тепловых трубок и одного 140-мм осевого вентилятора на основе надёжных подшипников. Версия Argon AR08 обладает тремя 6-мм медными тепловыми трубками и осевым вентилятором с диаметром 92 мм. Специально для систем начального и мейнстрим уровней представлен универсальный процессорный кулер EnerMax ETS-N33. Его можно установить практически на все актуальные и многие устаревшие модели компаний AMD и Intel. Его конструкция предусматривает прямой контакт тепловых трубок и процессора. Также новинка не перекрывает DIMM-слоты памяти, позволяя устанавливать модули любой высоты. Компания Transcend разработала технологию SuperMLC, которая призвана повысить долговечность и надёжность NAND микросхем памяти. В результате скорость записи решений на основе данной технологии повышается максимум в 4 раза по сравнению с показателями MLC микросхем, а срок их службы увеличивается максимум в 30 000 раз. Представлен лёгкий и стильный корпус AirCool QS240. Он выполнен в формате Mini Tower и позволяет размещать внутри материнские платы форм-фактора Micro TX и Mini ITX с максимумом четырьмя слотами расширения. Для установки накопителей внутри предусмотрено два посадочных места для 3,5-дюймовых моделей и три для 2,5-дюймовых. Анонсирован мини-компьютер ECS Liva One, что обладает обновлённым дизайном. Внутри расположен энергоэффективный двухъядерный процессор Intel Core i3-6100T. Дополнительно в конфигурацию входят 4 ГБ оперативной памяти DDR3, M.2 накопитель объёмом 80 ГБ и посадочное место для 2,5-дюймового решения. Серия компактных неттопов ECS Liva пополнилась очередной новинкой – ECS Liva Blosom, которая выполнена в нежно-розовом цвете и пока доступна лишь для рынка Азии. В её компактном корпусе разместился двухъядерный процессор Intel Celeron N2808 с пассивной системой охлаждения, 2 или 4 ГБ оперативной памяти DDR3L, а также EAMC накопитель объёмом 32 либо 64 ГБ. Дополнительно можно установить mSATA SSD большой ёмкости. Компания Lenovo представила на украинском рынке интересный портативный проектор – Lenovo Pocket Proector. Он характеризуется очень компактными размерами и небольшой массой. Уникальная продуманная конструкция позволяет вручную изменять угол обзора. Модель способна проецировать изображение с диагональю 110 дюймов. Ориентировочная стоимость новинки составляет 326 долларов. Анонсирован новый монитор Dell SE2417HG, который позиционируется в качестве доступного геймерского решения. Новинка построена на основе 23,6-дюймовой TN-панели с разрешением Full HD. Дополнительно монитор может похвастать стильным внешним видом, сенсорными элементами управления и поддержкой базового набора внешних интерфейсов. В рамках выставки CS2016 будет представлена серия ультрабуков Samsung 900X. Она включает в себя минимум две модели, каждая из которых доступна в трёх модификациях. В целом же новинки могут похвастать очень тонким, лёгким и стильным корпусом, процессорами линейки Intel Skylake и операционной системой Windows 10. Установленный Full HD экран новинок может раскрываться на 180 градусов. Стало известно о подготовке к релизу смартфона Asus Pegasus X205. Основа его вычислительных возможностей составляет 64-битный 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Для вывода информации используется 5,5-дюймовый экран с разрешением Full HD. Также известно о наличии в нём двух камер на 5 и 13 Мп. Ещё одной новинкой компании стал смартфон Asus Zenfone Go. Он уже поступил в продажу в Индии по ориентировочной цене в 80 долларов. Столь низкий ценник объясняет использование 4,5-дюймового экрана с низким разрешением, 4-ядерного процессора MT6580M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Основатель одной из первых компаний по разработке антивирусов Джон Макафи провёл успешную кампанию по сбору средств на коммерческий выпуск своего нового продукта EveryKey. Это маленькое устройство служит для разблокировки пользовательских гаджетов и компьютеров, снимая необходимость постоянного ввода пароля для доступа к ним. Также она может использоваться для доступа к сайтам. Также на нашем портале на протяжении предыдущей недели были представлены такие взоры. 28 декабря появился обзор внешнего оптического привода Blu-ray Writer Asus Impressario SBW-S1 Pro. В компактном и очень элегантном корпусе инженерам удалось воплотить оптический привод с поддержкой функции чтения и записи дисков CD, DVD и Blu-ray, а также звуковую карту с поддержкой высокоомных студийных наушников и возможностью воспроизведения объёмного звука даже с помощью двухканальной акустики или обычной гарнитуры. В комплекте имеется набор полезного ПО для воспроизведения мультимедиа, записи информации и создания резервных копий. В этот же день мы опубликовали отчёт о тестировании материнской платы Asus Z170 Premium. Новинка является очень интересным решением для пользователей, готовых заплатить за отличное оснащение, широкие возможности, а также богатый комплект поставки. Вместе с материнской платой вы получите возможность беспроводной зарядки портативных гаджетов и поддержку технологии NFC. Дополнительно отметим отличные возможности по организации дисковой подсистемы, поддержку большого количества портов USB, отличную звуковую подсистему с дизайном Crystal Sound 3 и двухполосный модуль Wi-Fi и Bluetooth. 29 декабря был представлен обзор звуковой карты Asus Strix Raid DLX. Топовая модель в серии звуковых карт Asus Strix выделяется рядом важных преимуществ. Помимо стильного внешнего вида, который характерен для всей линейки, в данном решении присутствует улучшенная по сравнению с младшей моделью элементная база. Так, в качестве центрально-аналогового преобразователя используется 8-канальный чип высокого качества. Дополнительно применяются качественные конденсаторы VIMO и солидный набор операционных усилителей. Помимо этого, сочетание двух качественных усилителей и конденсаторов Nishikon Muse обеспечили поддержку наушников с импедансом до 600 Ом. На следующий день появился обзор монитора Asus VP247 Edge. Он позиционируется как геймерское решение начального уровня. В нем установлена 1-миллисекундная TA-матрица, которая обеспечивает довольно короткие шлейфы движущихся объектов. Монитор имеет довольно высокие показатели яркости и статической контрастности, а также хорошую точность цветопередачи. Дополнительно хочется отметить поддержку технологии, что обеспечивает отсутствие мерцания подсветки и большое разнообразие предустановленных профилей со специальными режимами для различных типов освещения. 31 декабря мы опубликовали список самых интересных комплектующих и гаджетов, что больше всего запомнились нам в 2015 году. Данный материал позволит вам узнать о самых технологичных процессорах, материнских платах или видеокартах. Также за прошедший год на нашем портале было множество обзоров смартфонов, периферии и других гаджетов. 1 января, в первый день нового года, был представлен специальный материал от нашей редакции и партнёров. Он содержит не только отчёт о достижениях и проделанной работе в 2015 году, но и планы на будущее, а также перечень самых знаковых устройств для каждого из производителей. На следующий день появился обзор процессорной системы охлаждения Be Quiet Dark Rock Pro 3. Данный охладитель в действительности заслуживает звания флагмана, поскольку он без каких-либо трудностей справляется с отводом тепла от разогнанных свыше 4 ГГц процессоров. Залогом успеха стало использование в его основе весьма массивного радиатора, основанного на 7 тепловых трубках. Производитель позаботился о максимальной эффективности его конструкции, что заключается в оригинальной форме пластин и очень качественной полировке припаянного основания. 3 января мы опубликовали отчёт о тестировании материнской платы MSI Z170A Tomahawk. Она оказалась хорошим устройством не только для сборки системы казуальных геймеров, но и основой для достаточно производительного игрового компьютера. Новинка оснащена аудиоподсистемой с фирменным дизайном Audio Boost на основе 8-канального кодека. Среди дополнительных преимуществ отметим усиленную 8-фазную цифровую подсистему питания, компоненты Military Class 4 и улучшенную технологию подсистемы оперативной памяти DDR4 Boost. Впереди ещё много новостей, поэтому подписывайтесь и до следующего выпуска.